Обманчивая тишина. Из Донбасса на неделю приходили новости по большей части мирные. Ремонтируют дороги, раздают гумпомощь, восстанавливают линии связи, но уже к концу недели посыпалось. Миссия ОБСЕ попала под танковый обстрел в Донецком аэропорту. Сегодня обстреляли шахту Первомайская под Луганском. И ополченцы заявили, что теперь сомневаются, отвел ли Киев тяжелое вооружение. А ведь срок, обозначенный минскими договоренностями, истек в минувшую субботу. А в эту субботу, 14 марта, истекает срок принятия Верховной Радой постановления об особом статусе Донбасса. И Рада уже должна определиться, какие районы войдут в эту особую зону. Но пока тишина. И перемирий, иначе как хрупким, уже никто не называет. Как его удержать, обсуждали представители нормандской четверки и по телефону, и на встречах в Берлине, Нью-Йорке, Риге. Но факт есть факт. Украинские силовики и ополченцы продолжают друг другу не доверять и обмениваются постоянными обвинениями в нарушениях. Апеллирует при этом комиссия ОБСЕ. Пусть рассудят, опубликуют доклад, что видели и кто прав. Мой коллега Александр Евстигнеев решил сам подвести итог этой последней недели отвода тяжелых вооружений. И посмотреть, как жизнь меняется. И верят ли те, кто живет в этом истерзанном войной регионе, что перемены всерьез и надолго. В Дебальцево вернулись птицы. Грохот взрывов сменился стуком молотков. В частном секторе латают пробоины обломками собственных домов. Ну что делать? Крыша течет. Куда текаться? Куда? А там вообще жить-то возможно в таком доме, потому что очень же разбомблен. В летней кухне уже. В летней кухне жить будете? Мы живем. Центр Дебальцево по-прежнему безжизненный. Тихо и пусто. Целые стекла, как белые пятна. Если окна затянуты пленкой, значит хозяева вернулись. Таких квартир совсем немного. Кто мог, уехал. Кому некуда, так и живут в подвалах. В ожидании. Мы не знаем, что дальше будет. Если стоит перемирие у них, стоит одна армия, там вооружается. И здесь стоит. Что дальше? Опять ждет. Здравствуйте, мои красавицы. Здесь у меня бабулечка лежит, красотулечка. Главный врач Дебальцевской больницы показывает теплые палаты. Роскошь мирного времени. Больницы и дедсадам город отдал все стройматериалы. Дали свет и отопление. Смотрите, вот красотища из окна. Видно то, что было, в принципе. Туда мы еще не дошли. Это было, в принципе, это подсобное помещение. Те, которые будут стеклиться в последнюю очередь. Реанимация, хирургия, детское отделение. Это крыло уже отремонтировали. Кажда войны. Работа для блага других, как-то, я не знаю, поднимает настроение. Я думаю, что раны затянутся. Здесь уже местами есть электричество. Уже заработала сотовая связь. Но еще не убрали подбитую украинскую технику. На улице привычнее видеть человека не с телефоном, а с автоматом. В Луганске следов войны все меньше. Воронки засыпали, положили плитку. В киосках продают цветы. Можно сходить в кино или кафе. Хоть всей семьей. Если уже вернулись, поверив в мир. И если есть деньги. Ей 82. Когда дома совсем нечего есть, она выходит на улицу. Продать кофту, шарф покупают из жалости. Вот стою, продаю. Может кто-то пятерочку даст, кто-то рубчик даст. Куплю хлебушка. Куплю творожка. Когда не получается что-то продать, как вы живете? Ну, как? Вот так и проживаю. Раньше занимала, сейчас уже и занимать не у кого. Под честное слово, Никита продавец маленького магазина в спальном районе. Каждый день его просят дать в долг. Хлеб, макароны, масло. Он даже не записывает. Может быть, когда-нибудь вернут. Жалко их с вами. Есть нечего, надо же как-то помогать. Намного не даю денег, так как, ну, тоже, понимаете, я ложусь за свои зарплаты за них. А так, по мелочи, да, помогаем, чем можем. Жизнь взаймы. Работы нет. Пенсионеры, инвалиды и молодые мамы надеялись хотя бы на пособие. Киев отказался платить по счетам. Предлог не может контролировать процесс. Перед 8 марта луганским бюджетникам зарплату выплатили местные власти. 50% за октябрь. На большее нет средств. Конечно, на продукт. Но, если сильно постараться, то, может быть, что-нибудь уплатим. Но будут ли продукты? И в Луганске, и в Донецке торговцы сворачивают бизнес. Нет новых поставок. Стрельба закончилась. Блокада началась. И что говорят? Когда они выпустят? Нет, 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 нет. Никогда. Как никогда? Она ждет мужа и сына. Поехали за продуктами для семейного магазина на территорию, где стоят киевские силовики. И словно в плену. Обратно грузовик не пропустили. Держат на блокпосту 5 суток. У нас мелкий бизнес. Мы уже сколько лет занимаемся этими овощами и фруктами. Но такого еще просто не было. Просто такого не было. Таможня не дает добро. На границе с полуголодным Донбассом огромные колонны фур. Когда украинские силовики разрешат ехать, неизвестно. Это один из видов неоглашенной экономической войны. Ну, раз вы захотели без Украины, пожалуйста, живите там без Украины. Они сами делят нас. Они сами обозляют реально народ. Киев вынуждает бизнес отказаться от торговых связей с Донбассом. Чтобы проехать, предприниматели должны оформить пропуск. Причем не на границе. Нужно делать крюк, ехать в Краматорск. В штаб так называемой антитеррористической операции. Сигнал горожанам. Помощь пришла. На этой неделе МЧС России доставила в Донбасс 2000 тонн продуктов. Половина груза – мука. Пенсионерам, малоимущим прежде всего не хватает хлеба. Особенно остро в Дебальцево, Чернухино. Но там развернули мобильные пекарни. Девчата, что это будет стоить? Бесплатно, с доставкой на дом. Ополченцы привозят хлеб тем, у кого не осталось сил дойти до полевых кухонь с бесплатными обедами. Он не выходит из дома. Дайте, пожалуйста, я ему отнесу. Еще одна колонна МЧС пришла в Донецк экстренно. Помощь шахтерам, пострадавшим во время взрыва на шахте имени Засядько. Продукты и медикаменты. Врачи и психологи. Вылечить и поддержать. Тех, кто выжил. И тех, чьи родные погибли. 34 горняка. Ничего не предвещало беды. Ну, вы сами знаете, это стихия, как у нас говорят. Все произошло в доле секунды. Хлопок и темно. И все. Она поверила в мир. Сегодня мир перевернулся. Украинские силовики увезли жениха и его отца. На своей территории. Без обвинения. Неизвестно куда. За помощью женщина приехала в Луганск. Они были бывшие охотники, как я поняла. Забрали их ружье. И их вместе забрали. Куда? Ничего не знает никто. И уже кому такое не звонило. Милиция наша. Без понятия. Мужчин вносят в списки. Им будут искать по своим каналам бывшие воины-афганцы. Они посредники между ополченцами и Киевом. Да, мир. Но каждый день напоминание. Вот встречают спецмашину. Украинские добровольцы приехали за своими погибшими солдатами. Знаете, документ на умершем? Возьмите, пожалуйста. Вот пометьте, пожалуйста, что на этом умершем на одном документе. Восемь тел. Их не обменивают. Просто отдают. В присутствии наблюдателей ОБСЕ. Документы есть только у троих. Но на данный момент на остальных ничего нет. Это нам уже будут делать ДНК, экспертизу через ДНК родственников. И тогда уже определяться, кто это. Эти украинские солдаты погибли в разных районах Дебальцевского котла. В него попали и люди с оружием в руках, и те, кто здесь просто жил, не бросил свой город, ждал мира и этой тишины. Дорога из Дебальцева в Луганск, в Донецк. Она очень напоминает тот путь, по которому сейчас Донбасс делает первые шаги к нормальной жизни. Да, сейчас здесь безопасно. Можно ездить и не бояться, что обстреляют. Но повсюду воронки, повсюду осколки снарядов, которые еще очень долго будут пробивать шины. Проезжающих автомобилей. Со всем этим просто придется какое-то время мириться. Ведь другого пути все равно нет. Александр Евстигнеев, Иван Прузоров, Антон Степаненко, Владимир Гриневич, Учислав Манихин, Сергей Чивелло. Воскресное время. Первый канал.